Взрыв на счёт три Один, два, три Когда мы на полигоне, это выглядит так Бум-бум-бум Джимми Оксли, любящий мать четверок детей А также один из крупнейших экспертов мира по взрывчатке В общем, наша работа в том, чтобы определять Способно ли то или иное вещество к детонации Мы стремимся обогнать в этом террористов И определить те материалы, которые могут представлять опасность Сегодняшняя операция финансируется Министерством безопасности США Задача Джимми — взрывать подозрительные материалы Подозрительными считаются материалы, которые, по нашему мнению, можно использовать для изготовления бомбы Чтобы быть взрывоопасным, материал должен обладать определенными свойствами Он должен распадаться с выделением энергии Распадаться с выделением газа Либо иметь способность к цепной реакции Первые два свойства выделения энергии газом можно рассчитать на бумаге А вот последнее — очень быстрое выделение энергии требует выхода на полигон И проведение испытаний Перед тем, как проводить взрывные испытания, ей нужно сконструировать бомбы, начиненные подозрительными материалами Мы не горим желанием показывать, какие вещества мы используем Я вам не собираюсь называть конкретные материалы, ведь кто-то может злоупотребить этой информацией Я не собираюсь давать вам инструкцию по изготовлению бомбы Джимми не расскажет нам, из чего сделаны эти бомбы Но она готова продемонстрировать нам, как она будет их использовать Готовность номер один взрываем через минуту Когда мы на полигоне проводим испытания, то все немного волнуются Это важный день, и все должно пройти правильно Может быть, именно так ощущает себя невеста в день с войны Аспирант Пэт Бойден готовит экспериментальную бомбу В нашем устройстве небольшое количество испытываемого материала помещается в центр и окружается проверенной взрывчаткой Мы называем его инициирующим зарядом, он инициирует испытываемый материал Мы узнаем, что там происходит с помощью контрольных пластин Эта алюминиевая пластина зафиксирует взрыв И сообщит Джимми, взорвался ли материал в центре бомбы Готовность номер один Взрываем на счет три Один, два, три Мы прячемся на расстоянии около 15 метров За большую стальную стену Это действительно толстая стена Очень сильная После взрыва мы стараемся сделать как можно больше снимков Поэтому мы постоянно берем фото и видеосъемку и как можно скорее переходим к следующему взрыву Хорошо, давайте сделаем это по-быстрому Мы заполняем ее не просто так Есть определенный способ, чтобы не создавались пузырьки воздуха Итак, сначала засыпается внутренний материал, затем мы устанавливаем пробку на него и заполняем последнюю часть с помощью пипетки Когда мы укладываем листовую взрывчатку, то сверху кладем что-то наподобие сарана, чтобы между ними не было химической реакции, иначе это может быть опасно Эта бомба смертоносна И если она взорвется прямо сейчас, всей группе конец Поэтому безопасность на первом месте Один, два, три Похоже на детонатор Не так уж глубоко Подрыв на счет три Взрывы продолжаются три дня подряд Теперь команда возвращается в лабораторию, чтобы изучить все, что произошло Мы анализируем контрольные пластины, изучая вмятины у них или отсутствие вмятины Для определения рельефа поверхности пластины у нас есть трехмерные лазерные сканы Эти пластины рассказали интересную историю Они показали, что некоторые из подозрительных материалов взорвались, а другие нет Если материал в центре совершенно инертен, то есть он не способен к детонации Образуется большое отверстие Это отверстие образовалось из-за того, что подозрительный материал не превратился в газ Вместо этого он был вогнан в контрольную пластину при подрыве инициирующего заряда Вот это у нас образец материала, который способен к детонации И здесь мы видим, что поверхность пластины осталась совершенно плоской Если материал детонирует, то он исчезает, полностью испаряется Поэтому не образуется ударного потока, который пробивает контрольную пластину Джимми сообщит о полученных данных Министерству национальной безопасности США Затем вновь вернется на полигон, чтобы продолжать испытания Если честно, в некоторых случаях мы не можем определить границу, где заканчивается способность детонации материала Именно поэтому нам приходится заниматься этой работой Два, три!